Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на моем канале Вьетнам Трип. И сегодня я вам расскажу о нашем доме, о том месте, где мы живем в Ночанге. Это место мы нашли и не сразу, пришлось долго поискать. И средняя цена, как я уже говорил, на жилье здесь, это примерно 10-12 долларов за ночь. Так как мы живем, нам нужно здесь жить около месяца, даже больше, мы искали жилье на месяц. Когда ты просишь, спрашиваешь у людей цену за ночь, они говорят тебе 10 долларов. Когда ты спрашиваешь, сколько будет стоимость за месяц, то они просто тупо обычно умножают на 30 дней и говорят вот такая вот стоимость. То есть 1 доллар, 10 долларов в ночь, 300 долларов за месяц. Нас такая цена, конечно, не устраивала, мы решили поискать другие варианты и вот нашли. Здесь небольшой дворик, там центральная улица, прямо за воротами. Третья линия, до моря идти примерно минут 5. Здесь внутренний дворик, вот так вот он выглядит. Здесь мы оставляем свою обувь и пойдемте посмотрим само помещение. Значит, это общее пространство, сейчас не знаю, попробую все исключить. Это зал, такое общее пространство, где можно находиться все вместе, в принципе. Достаточно красивая мебель в вьетнамском стиле, все очень дорого смотрится. Вот, дальше пойдемте посмотрим. Здесь, я так предполагаю, был этот фонтан, но он сейчас не функционирует. Здесь у нас Леночка готовит. Это общая кухня, где нам разрешили готовить еду. Холодильник, все дела. Микроволновка, правда, не знаю, работает она или нет. Даже рисоварка есть. Кстати, надо рисоваркой попользоваться. Леночка у нас готовит. Здесь есть еще стиральная машина, даже ей можно пользоваться. Вот, это первый этаж. Здесь также живут в этих комнатах хозяева, насколько я знаю. Здесь есть туалет маленький с ванной. И такая вот винтовая красивая лестница, по которой мы сейчас поднимемся на второй этаж. Вот так вот выглядит второй этаж. Вот это вот наша комната, прямо с лестницы. Давайте сначала покажу этаж, потом комнату. Здесь опять небольшой холм, в котором, в общем, можно здесь сидеть. Мы здесь обычно сидим, кушаем. Есть телевизор, алтарь местный. Здесь они молятся богам, я так предполагаю. Оставляют всегда какие-то фрукты или овощи, даже не знаю, что это. Печеньки здесь вот тоже. И мебель такая, кожу плюс дерево крутая. И балкон. Балкон выглядит вот так у нас. Не особо большой. Обычно здесь вот закрыто, чтобы солнце не попадало и жарко не было в помещении. Вот, ну за деревьями сильно ничего не видно. Да и смотреть не на что, в принципе. Вот, ну и, соответственно, нашу комнату, давайте посмотрим. Комната, которая стоила 3,5 миллиона за месяц. Если вы снимаете на один месяц, хозяин изначально говорит, что цена 4 миллиона. 3,5 миллиона, при условии, что вы будете снимать на 3 месяца и более. Ну вот, смотрим. Так вот она выглядит. У нас есть кровать. У нас есть окно, которое смотрит во двор куда-то. Окно не особо чистое. Но все же есть. У нас есть телевизор, рабочий стол. Здесь стоит ноутбук, мы работаем. И есть холодильничек. Также есть шкаф, куда можно убрать все вещи. Есть окно в коридор, которое мы никогда не открываем. Вот, ну и, соответственно, туалет, душ. Ну вот, в принципе, и все. Вот так выглядит наш дом, где мы живем. Сейчас мы приступим к обеду. Будем кушать. Вам желаю хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Рассказывайте друзьям, если вам понравилось. Ну и до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok